привет друзья поздоровайся пожалуйста мы сегодня друзья собрались кейсу нужны новые очки потому что чья-то жора села на его очки не надо было на кровать и я подмазалась мне тоже нужны новые очки у меня уже старые и еще у меня постоянно вот эти глаза все-таки слезятся пекут и есть говорит сейчас если время будет если получится то у меня доктора завезет покажет уже 10 дней я за компьютером не сидела ничего не делала но все равно глаза очень болят и пекут друзья и смотрите у нас сегодня ну такой небольшой дождик был вчера целый день дождь лил а сегодня так более менее нормально смотрите тыква моя нифига не растет здесь наверное надо землю поменять так потихоньку щипают для ваньки вот ой смотри у нас этот синенькие тут откуда-то взялись на чай я когда-то сажала здесь а вот еще друзья такие беленькие есть эти которые чай делают сегодня индийское настроение смотрите как у меня новый костюмчик мне он очень понравится очень хорошо сшит я впервые покупаю такое что ничего прям перешивать не надо прям как на меня сшито и мне прям так понравилось и смотрите как арбузик штанишки в полосочку и у меня сегодня цвет настроение индийский я себе даже сегодня будет а волгу звезда горит так вот друзья у нас даже дорога видите уже почти почти сухая немножко где-то лужи есть а на севере штата друзья там так заливает там такие дожди и там вообще сегодня ночью трагедия произошла там оползень был большой представляете уже там спасатели еще работают вот мы новости только что смотрели боже там люди плачут а без домов остались без жилья не спасатели еще работают а уже 45 человек погибших еще говорят где-то стук где-то под землей еще не нашли без вас аварии здрасте 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 свыг и предупреждали синоптики что в этом году будут сильные дожди сильные наводнения они начались еще еще в июне вот я показывала как у нас здесь заливала тоже были сильные дожди но на севере штата там можно сказать почти каждый год там проблемы там эти часто бывают наводнениями вот у нас как-то более-менее поспокойнее в нашей местности а так люди остаются остаются люди без домов без жилья конечно государство это все компенсирует как-то но пока это все выдадут эту помощь негде жить людям это трагедия страшно и я так понимаю что постоянно им это компенсирует они заново это все отстраивают потому что больше негде не ж не могут себе где-то в другом месте землю купить и чтобы построить новые дома и вот такое вот происходит а у нас обычно в августе всегда были сильные я помню даже один раз мне рейс самолета отменяли я была в украине и я прилетала в кочин тогда потому что у меня в шарже пересадка и был очень длительный интервал надо было ждать если в тиванту поэтому я прилетала в кочин и джекеш меня там встречал и там затопило аэропорт даже и меняли мне переносили есть это в каком году когда мы летом последний раз ездили живем 2000 14 не не 15 16 это квартиры по-моему 2014 до 2014 я последний раз в кочин прилетала потом в треванта 2014 на красный на красный свет кстати а не вон уже зеленый девочки на красный нет зеленый чтобы красный красный но в и и и и и и и и смотрите какое здесь здание красивое это что такое господи пак почта почтовый а мы куда вот туда идем парковки рядом нету и так еле нашли немножко пришлось пешочком пройтись все мы дорогу переходим а а большая такая и мы и 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 проверили мне глазки назначили еще тесты какие-то делали на глаукому датчики в общем что-то там светили смотрели но принципе нормально все сказали что увлажняющий капельки покапать выписали рецепт на очки но очки мы уже не успеваем сегодня купить потому что этих еще надо на физиотерапию мануально мануальную терапию ему надо на четыре часа и мы уже не успеваем поэтому вот очки другой раз я надеюсь что это другой раз будет я тоже не очень долго потому что мне очки мы друзья уже второй день вот новости смотрим продолжаются спасательные работы там вообще кошмар короче что творится там целую деревню затопило мост разрушила и туда сейчас строят временный мост прямо на трассах людей спасают вытаскивают в общем это ужас вот смотрите в газете утром писали что 122 человека погибло но уже по моему 174 сказали по телевизору видите что здесь а мы сейчас пойдем очки мне опять нам очки мы вчера не купили вот хотела вам показать видите мне вот так вот проверяли вот такой далее я не понимаю в этом конечно ничего такой мне тест давали там надо было смотреть в центр и один глаз закрывали да и вот его точки вот вижу свет то там надо было какую-то штучку такую нажимать короче это что-то они меня глаукому там где-то там что-то подозревали тест этот назначили ну в общем с глазами у меня все нормально даже зрение не ухудшилось пойдем вот смотрите какое у нас солнце и сегодня у нас вообще дождя не было и вчера по-моему только чуть-чуть моросило а там вон дождь сильный заливает на север все-таки а вот что-то в наше время если бы видно что-то風но тоже замерзла как лепетал дошпута и вот это там вода, по лицу на север, я и ношу и! ты это не было бы 300 уйд, это меня нет ничего... если тебе идти в пиратах по-пиратах по-пиратах, то есть ты не уйдешь, и уйдем по-пиратах и я не знаю, что ты это не увидел в которой. машина сделать так, все, что и боль. то это во время мы Lawtonус. в которой мы все-таки делаем-да, как мы видим, что в доме есть, платно-ко-пиратах и лепатах и лепатах, в нужный дом. Мне эти понравились. Татьяна говорит, что как кошка. И эти кошка. Удобно? Удобно. Тоже ничего такие. Не знаю, эти. Или третья. Вау! Еще больше кошка. Да? Профессор. Нормально. Это нормально. Нормально. На глазах. Пусть только уже на глазах будет, видишь свои трассы. А, ничего себе, да. Круто. Вот так вот защита для глаз. Да, тогда защита. И умерла. Угу. Самый он не любит. Значит, заказали мне очки. Обойдутся они нам около 4000. Нам еще скидку дали, потому что здесь знакомый доктор очки покупает или что? Или хозяина знает, да? Да. И скидку дали. И будут они у меня 3800 с самыми крутыми этими линзами, с защитой. Так что буду я теперь свои глаза защищать, даже когда буду на компьютере работать и монтировать видео. Вот. А очки, я же говорила, что ему там чья-то жора на очки села и у него стекло выпадало. Ему там какой-то болтик подкрутили и поремонтировали вообще там за 2 минуты. И все. Все в порядке. Так что ему не пришлось новые покупать. Зря я, друзья, сказала, что солнце. Смотрите, какие тучи окружают. И, наверное, будет дождь. Джекейш собирался машину помыть. Здесь, смотрите, церковь и школа здесь. Красиво очень. Автобусы все закрыли, жалко. Видно немножко церковь. Там еще один будет вход. Сейчас будет вход в школу. Смотрите, какая движуха. Сейчас пробки, видите, со школы дети добираются. Ой, что творится здесь. Ого, мама дорогая. Професс. Ого, мама дорогая. Куда же ты дверь закрылась. Вот вход в школу. Ого, я не знаю. Куда же дверь закрылась? Ого. Вот это да. Да. Только хорошо, что Дживин у нас рядом с домом. И автобус школьный. И еще мы зайдем в такой спортивный магазин. Декатлон. Комитике еще надо спортивные штанишки. Классный магазин. Здесь и одежда, и всякие там снаряды. Ну, всякие приспособления вот для спорта. Все, что надо. Здесь Дживину перчатки боксерские мы покупали. Смотрите, какой здесь этот вот. Здесь, да, здесь и палатки есть. Все для кемпинга. Турист какой красавчик. Смотрите, какой лифт даже спортивный, да? Чикеш там прячется в уголочке. Здесь какие-то вот такие у Дживина были. Чикеш такие хочет. Но они по-другому стали делать. Вот тут резинка, смотрите, как в трусах уже ставит. Чуть-чуть поснимаю. Не знаю, или можно здесь. Вот такой большой магазин, видите? Лесопеды. Они такие, но вот эти вот неплохие, мне кажется. Смотрите, курточки есть. О, даже с мехом. Типа Аляска. Здесь аж целых три этажа, друзья. Вот мы идем на третий. Смотрите, какой качок. О, здесь тренажерчики. О, здесь тренажерчики. Какие-то вот такие с сеточкой на попе. О, по-моему, вот такие вот. Вот такие точно, Чикеш у Дживина, да? Вот это они есть. О, я тоже такие хочу. Я мерила, мне понравились. Да, это они. Слава Боже нам поспасать. Вот здесь национальная игра, крикет, смотрите. А там прямо в магазине бадминтон игра. Мячики. Мячики. А это, наверное, для этого крикета амуниция, защита на колене. еще полотенечки вот эти тебе еще нравятся тоже мы покупали ой, это не такие ну попробуй возьми я думаю, что оно впитывает хорошо тоже вытирают груша боксерская еще и коврик для йоги хочу новый раньше такие магазины назывались спорттовары но, конечно, раньше такого выбора спорттоваров не было тебе такой надо? у нас в джиме такой есть ой, а где-то вот такой массажер мы покупали у нас был куда он делся? а вот это такой у тети мы видели тетя говорит, колено массажировала ей помогло батончики протеиновые а перчатки какие вау ну, в дживен уже не занимается у нас уже на бокс он не ходит купальники, друзья, покажу вам смотрите, какие индийские вот такие с юбочками вот такие с юбочками ну, еще, видите, с рукавчиками часто бывают а у меня купальник вообще вот такой вот как с рукавами и у меня штаны еще ниже колен такой у меня купальник а это, я не знаю может, это и не купальники что здесь написано? я почему-то решила, что это купальник ну, вот это-то точно купальник с юбочкой да, что это еще такое? угу ну, такие разные есть но это уже больше для спортсменов потому что у нас вот женщины в бассейн ходят в таких вот с юбочкой, с длинными штанишками еще, смотрите, какая девочка видите, вот в купальнике хлопчиха а мы выходим